так поехали по николаевску так чё там у нас с полями с нашими кого поздно русская вот вот это вот все вот это вот вот эта территория вот этого что еще не объемная необъятная это все были поля совхозные для коровников для коров растили там турнепс хуепс там всяких репу короче ну для коров короче сено косили заготавливали вот по-моему вот это вот заготовители здесь хранилось по моему сено насколько я помню вот пожалуйста вот типа коровники уже разбомблены скорее всего здесь была выявная яма куда все от коров там это компостная короче яма справа чего наш да это какое-то болото не знаю тоже может что-то тоже с этим связаны наверное вот обездная дорога не было ничего никто ничего не ходил не воровал вы вы это возродить коровники что нужно нам кирпич нужен да чтобы кирпич что нужно сделать надо сделать кирпичный заводик потому что кирпич с хабаровска привезет на стоит одна штука 50 рублей вот это вот территория это вот это вот кирпичного завода сказать вот эти здания все вот эти вот так вот там печи там почему в администрации не пишутся планы вот возрождение вот этих вещей я хочу у тебя почему планы возрождение не пишутся а потому что там все настроено для того чтобы николаевск перестал вообще существовать а стал вахтовым поселком я считаю что там выполняется американские планы на сто процентов не надо на американские планы не нужны думаешь нет но они считают по-другому ну пускай в америку едут и блять живут там в америке осуществляет американские планы думаешь пора уже пора уже давно уже слушай если не успеет тогда это самое товарищ значит магадан ну и ну николаю то нужны какие-то соседи то в общем то вот если возродить вот это вот все хозяйство наше которое было который убили вот здесь вот это всех совхозная поля вот это вот вот коровник был тут тоже это кормушка для коровника вот это вот все было территория кирпичного завода вот здесь вот это все пустует и все завалилось все развалилось что нам что кирпичи были очень построена это все было разобрано на кирпичи и кто там коммерсанты были тот же самый гарик вот здесь вот он тоже понастроил и носите кирпичей а гости себе сделали у нас хорошие дома с нашего кирпича да они говорят что русские ленивые были они в три смены ленились ленились в три смены какая же лень патологическая так три смены лениться вот пошел город и у нас было свое молоко у нас была своя колбасная фабрика ну корову ели траву давали молоко давали мясо с молоко дабы выдавался у нас масло сметана вот здесь очень много места очень много места которые можно использовать именно вот городское место а навоз шел опять на поля конечно удавление а если кого-нибудь место отдыха запланировать николаевский вот у нас есть чайка чайкин ой не чайки на как каток чайка у нас есть бассейн атлант рядом карт-клуб а может быть рядом нам на месте вот бани чего-нибудь сделать на месте фазанки и сожженной соль сейчас подожди к туда приду сейчас я скажу вот он мой дом любимый так где-то здесь у нас уже все вот она выходим сюда на рубеж так вот улица советская вот здесь вот наша фазанка была увеличить можно еще можно не стоит можно я не учился чутка оба поехали сейчас прорисует так вот это чё у нас а это здесь пашка антушевич а вот здесь у нас прямо на самом повороте здесь должна была быть баня и можно было здесь сделать и аквапарк даже вот этого территории вот здесь вот вдоль амура здесь где вот идет сброс у нас идет сброс до горячей воды а бывает еще и фекалии спускает ну что когда я работал сейчас скажу где где работал я работал на переправе вот она вот это переправа переправа стояла здесь вот у меня вот в этом месте здесь постоянно каждую ночь я чувствовал запах этой фекалий или рыбу да потом почему же и бачверка сверху брюхо почему травили кормили а кормили нам она любит да эту штуку а мы то думали вам и это перед потом опять круговорот говно первого рода и вот вот это вот здесь баня да вот заводской переулок правильно он как раз уходил в эту баню слушай как думаешь о чем у нас вообще отдел экологии в николайске занимается при администрации у нас шесть сбросов ливневых говна вам ок надо наказывать кого экологию можно наказать на дело экологии экология надо конкретном задание получить если они не справляются значит надо наказывать всех но как наказывать не деньгами не рублем как-то придумать какие-то специальные же есть наказание для этого законе раньше были хорошие на два планения там 20-25 были такие ну за это садить что я не знаю расстрел и все при бери это нет это не при бери бери об очень гуманистом был мы сейчас не те темы это и года стреляла бери кстати выпускал ну чё так короче говоря отдел отдел экологии не справляется надо менять их тоже слушай администрация вообще справляется с американские планами справляется да так того что а вот с нашими планами я вот смотрю уровень доживаемости падает вот смотри вот это вот место такой пустырь вот такой пустырь в краснодарском крае воды на черном море он бы давно бы уже был бы занят и кто-нибудь что не построил ну конечно какую диковинку там даже типа диснейленда там какой-нибудь что-нибудь такое сделать внутри так чтобы для детей было ну ты понимаешь что любое строительство она зависит она зависит от материала а материал у нас дороже чем везде сразу получается на вас свой два раза мы живем у нас все есть все есть надо развивать так что николай начнем с кирпичей николай начнем с кирпичей примеру так и все будет все будет строиться все остальное кирпичи будут так те же самые синишки будут будут продаваться то же самое продаваться везде по всему района и в красном мир конечно и в тот же охотский слушаю ну а чё тогда получается что николаев начинаем реконструировать да вот оно надо было реконструировать ну всё тогда начинаем слушай а если управление будет против николаевской реконструкции значит они никто не такие вообще нахер они тут нужны меняем управление тогда да ну как если ты живешь николаевский ему говоришь давай сделаем мы построим чтобы нам в городе хорошо жилось он скажет а я не хочу а ему просто хорошо живется значит надо чтобы он это плохо жил но не готова весь лес вокруг спилить улице уже начали спиливать так чтобы он плохо жил плохо жил да то есть что заплату не давать что ли они уже привыкли и чемоданчики заносятся всегда в общем то так ночью начинаем реконструкцию управление ставим перед фактом все работа пошла